Телеканал КРТ представляет Снарядивший зарыдали И хотя казалось бы один раз не пар нас Как говорится Неисповедимы пути коррупции Или кто там со своей коррупцией придет Тот в нашей и завязни Как известно Когда коту нечего делать Он начинает материализовать Свои эротические прогнозы В доступной ему автоорально-генитальной форме Когда нечего делать Высокопоставленным украинским дипломатам То они начинают сублимировать Геополитическими прогнозами Но очевидно, что эта поза По обе стороны баррикады Неустойчива Ибо, как показывает лицензируемый материал В NBC News Рано или поздно баррикады начинают Интенсивно натирать между мной Добрый день, дорогие друзья В эфире очередная программа Международная панорама Ее ведущий Дмитрий Джангиров Хотя у нас есть все основания Считать Мюнхенскую конференцию Достаточно символическим мероприятием Тем не менее, в международной политике и дипломатии Зачастую знаки и символы Важнее самого содержания процесса Так, пресс-секретарь президента Зеленского Юлия Мендель Заявившая в Фейсбуке Цитата Можно ли говорить о войне Шутить и при этом выглядеть достойно Владимир Зеленский показал в Мюнхене Что овладел этим непростым искусством Вряд ли поняла, что тем самым Она поставила не точку После мюнхенского визита Украинского президента А жирную кляксу Замазавшую все его пребывание На конференции А вот государственный секретарь Майк Помпео Изначально сыграл на контрасте С главной темой Мюнхена 2020 Которую можно перевести Как беззападность С радостью сообщаю вам Что слухи о смерти НАТО Сильно преувеличены Запад побеждает И мы побеждаем вместе Заявил он И чуть позже еще раз повторил Запад побеждает Побеждает свобода и демократия Правда, пламенная речь Помпео О свободе и демократии А также американском сжиженном газе Как недешевом, но надежном Гарантии первого и второго Также была несколько смазана Фактом тайной встречи Госсекретаря США С министром иностранных дел России Сергеем Лавровым По окончании которой Стороны не смогли сразу Стереть улыбки со своих лиц Мюнхенская конференция Практически совпала По срокам 75-й годовщины Ялтинской встречи Черчилля Сталина и Рузвельта Во многом заложившей облик Европы На более чем 40 лет вперед Однако, ялтинский мир уходит в небытие И появляющиеся зазоры в европейском порядке Очень быстро заполняют национализм и ревизионизм Так, согласно исследованию Американской социологической службы Pew Research 67% венгров заявляют Что в соседних странах Находятся территории Которые принадлежат им Аналогичное отношение К утраченным в разные периоды территориям Испытывают 59% болгар 53% россиян 48% поляков И 46% словаков Даже у немцев Из которых десятилетиями выбивали Реваншизм и тестостерон 30% бесстрашно заявили Об утерянных территориях Рискуя быть заложенными Бдительными соседями Впрочем, в этих примерах Для Украины Вряд ли содержится что-то поучительное В отличие от аргентинского кейса Где к власти По результатам уже первого тура Президентских выборов Пришел пиранист То есть сторонник политики Президента Перона Альберто Фернандес Взявший себе в вице-президентой Кристину Киршнер Которая была президентом Аргентины В 2007-2015 годах Так вот Когда победивший Альберто Обещал избирателям Восстановить в Аргентине Равноправие и справедливость Его верная Кристина Успела заявить Что Международный валютный фонд Не получит ни полцента По ранее выданным кредитам Пока страна не выберется Из экономической рецессии Еще будучи кандидатом в президенты Фернандес пообещал Отказаться от оставшихся 12 Из 56 миллиардов долларов От МВФ Поскольку, по его мнению Пьянство не лечат вином Мне нужно решить Огромную проблему с долгами Неужели я стану просить еще? Я хочу больше не просить И чтобы мне позволили Расплатиться Заявил Альберто Фернандес Впрочем, некоторые эксперты считают Что за заявлениями Фернандеса и Киршнер Стоят не только эпатаж и популизм Но и жесткий расчет Дело в том, что отказ кредиторов От реструктуризации долга И дальнейший дефолт Неизбежно ударят по иностранным инвесторам В частности, по планам американских компаний По разработке сланцевого месторождения Вакамуэрта В аргентинской провинции Неокен А здесь такие потенциальные объемы добычи Что американцам проще нагнуть МВФ Нежели упустить выгоду От добычи сонма молекул свободы Ну и возвращаясь к теме Мюнхенской конференции Мы обсудим украинское участие в ней С политическим экспертом Еленой Дьяченко Добрый вечер, Елена Здравствуйте Давайте поговорим о внешнем и внутреннем аспекте Мюнхенской конференции с точки зрения Украины В первую очередь, урегулирования на Донбассе Организаторы конференции предложили некий свой план из 12 пунктов Владимир Зеленский говорил о неких пунктах, скажем так Достижения мира или урегулирования Ну и, так сказать, бегавший перед своими двумя камерами Экс-президент Порошенко Требовал от всех выполнения минских соглашений Ну, хочется сказать, ну, как ты выполнял, так и остальные будут выполнять Ну, это мы уберем Тем не менее, есть минские соглашения Появился план 12 Который там вся либерально-демократическая общественность То есть имеющая принадлежность к демократической партии Либо к соросятам, значит, гневно отвергла И был некие пункты от Зеленского Вообще какое-то все имеет отношение к реальному урегулированию на Донбассе Я думаю, что Европа нам очередной раз этими 12 пунктами сказала о том Что, друзья, нам совершенно все равно, какой будет мир На условиях Украины, на каких-то других условиях Вернется ли Донбасс или не вернется То есть Европа нам устами бывших высокопоставленных дипломатов и военных Сказала, что, друзья, вы прекратите стрелять Потому что нам, в принципе, нужна какая-то мирная конфигурация по соседству В контексте того, что с Россией, с ядерной державой Которая разработала гиперзвуковое оружие Мы не собираемся конфликтовать ради Украины Вот что, по сути, было сказано Поэтому, мне кажется, эти 12 шагов Они больше направлены на то Что сделать до выполнения Минских соглашений Как прекратить стрелять Как, собственно, сами подписанты в комментариях Этот документ и описывали Поэтому, с одной стороны, поскольку Украина ничего не делает В законодательном смысле, чтобы двигаться по Минским соглашениям Ничего удивительного, что такие, ну, скажем так Полуформальные рекомендации сейчас появляются Потому что у Зеленского очень короткий период времени Пока Европа будет считать, ну, или условный Запад Будет считать его вменяемым и договороспособным партнером Ну, дело в том, что есть же, к сожалению, промежуточные стадии Вменяемые, но не договороспособные, например Хорошо, а те пункты, которые изложил Зеленский Они напрямую, как я понимаю, не противоречат Минским соглашениям С другой стороны, ну, диалог с жителями неподконтрольных территорий Но не с властями Ну и к чему это может... Ну, в любой ситуации, вы здесь совершенно правы Если Трамп ведет диалог с Афганистами... С Талибом Да, если вспомнить урегулирование, например, между Египтом и Израилем Тоже формализовались же, в общем-то, военные подразделения В Косове была та же история Всегда хоть какая-то власть, хоть какая-то легитимность на территории Это лучше, чем ничего Поэтому вот так бояться, как Порошенко боялся Я не знаю, как проказы или коронавируса Он боялся сесть за один столбик и что бы что Ну, здесь непонятно вот эта инерционность Зеленского Который тоже боится вот вступить в этот контакт Но это единственный путь урегулирования Но правильно ли я понимаю, что вот из каких-то комментариев И Ермака, и Сивоха Что можно понять, что все-таки Киев на сегодня рассматривает Вариант неких выборов на неподконтрольной территории И уже с избранными людьми, с их представителями Вести какой-то диалог Но пока что мы слышим с оговоркой После возврата контроля над границей Пока мы слышим эту оговорку Мы не понимаем, это реверанс, чтобы не усугубить эту ситуацию Либо это действительно принципиальная позиция власти В другом порядке выполнять минские соглашения Но здесь пока шансов на выборы на Донбассе нет Хотя бы потому, что правящая партия там не имеет никаких шансов Вообще в перспективе ближайших нескольких избирательных циклов Хорошо, но может быть я в общем-то оптимист Или еще какие-то позитивные сигналы Может быть действительно их нет Но тем не менее даже в вопросе контроля над границей Если вы посмотрите, есть нюансы по сравнению с предыдущей властью О неком совместном патрулировании Иногда мониторинг границы совместной То есть более мягкие формы Не так, как представлял себе Порошенко Сегодня контроль над границей вешать завтра А все-таки это некий эвфемизм контроль над границей до выборов То есть скорее мониторинг и некое понимание, что там происходит Тем более мы знаем, что и на сегодня Визуальный, например, судя по отчетам ОБСЕ Визуальный осмотр гуманитарных конвоев Осуществляют украинские таможенники и пограничники Несомненно, позиция и присутствие Ермака Это более конструктивная позиция И мы видим, что произошло некоторое разведение Мы видим, что не так уже они боятся движения в направлении мира Но в любом случае остановить огонь – это важно И по ситуации на 18 февраля мы видим, что, к сожалению, опять происходят прямые столкновения Мы пока не понимаем, кто же на самом деле наступал Хотя обе стороны обвиняют друг друга Но мы можем только догадываться, что есть, возможно, какая-то неконтролируемая Тем же главнокомандующим Украины Сила, которая, в общем-то, мы не исключаем с вами, будем откровенны Того, что не всех военных, допустим, контролирует Зеленский Ну, как минимум требует каких-то следствий или пояснений Почему в ходе, как было заявлено, нападения на украинские посты со стороны непризнанной республики Погибший гранатометчик оказался на территории Ну, он погиб на территории контролируемой, так сказать Что как бы свидетельствует о том, что мы немножко шли в сторону серой зоны Да, то есть, тоже вопрос Ну и, кстати, вы сегодня были в парламенте Судя по заявлениям, Арахамия заявил вдруг Что он не знает Что он не знает Вот вчера вся власть, кто мог, говорил, что знают Что напали в годовщину Дебальцева ДНР, ЛНР на украинские войска И сегодня лидер президентской фракции вдруг заявляет Что он не знает, кто напал Давайте на этой версии мы тоже остановимся, потому что очень все, очень все неоднозначно Ну и, так сказать, какой ваш прогноз, так сказать Есть ли политическая воля у президента и его окружения, ну, хотя бы как-то продвинуться Или воля есть, а ручонки коротковаты Ну, мне кажется, конечно, у президента есть желание, чтобы все было хорошо Но есть огромное количество нюансов и сил, которые он, как мы видим, не вполне сейчас контролирует Поэтому сказать, что ситуация сейчас находится в его руках нельзя Но если он не будет сейчас инициатором движения в этом направлении Если он будет идти чуть медленнее, чем там даже движутся какие-то экспертные доклады Мюнхенской конференции То, ну, с ним просто перестанут считаться Ну, на этом, так сказать, наша беседа подошла к концу Это была Елена Дьяченко, политический эксперт Благодарю вас Когда родился представитель нации, принявший на горе Арарат Ноев ковчег Представители нации, этот ковчег снарядивший, зарыдали Иллюстрация к этому анекдоту Может быть материал на сайте NBC News от 16 февраля Под названием «Высокопоставленный украинец» Играет за обе стороны в украинском проекте «Джулиане» С под заголовком Украинский чиновник Арсен Аваков коммуницировал с приятелем Джулиане Львом Парнасом Но в то же время предупредил Марий Иванович, что Джулиане намеревается отстранить ее от должности американского посла В материале анализируются прежде всего материалы слушаний в Конгрессе в рамках процесса импичмента Согласно которым глава МВД Украины Арсен Аваков помог другу Джулиане Льву Парнасу Получить доступ к влиятельным представителям политической и бизнес-среды Украины В процессе, как деликатно указывает издание, выкапывание грязи на Байдена В то же время, как выяснилось в ходе слушаний, Аваков предупредил посла США Марий Иванович и других должностных лиц посольства США О действиях Парнаса от имени Джулиане и об их попытках отстранить ее от должности Как утверждала в своих показаниях сама Иванович В ноябре 2018 года Аваков сказал ей, что на самом деле Да, в нашей стране самые правдивые сказки начинаются с фразы «на самом деле» Он не хотел встречаться с Джулиане из-за беспокойства по поводу его деятельности В феврале 2019 года, по словам Иванович, Аваков специально предупредил ее, что Джулиане работает с Юрием Луценко, тогдашним генеральным прокурором Украины Цитата «Чтобы снять меня с моего поста» При этом в течение нескольких месяцев Аваков активно общался с Парнасом, одним из главных представителей Джулиани по Украине Документы, опубликованные Юридическим комитетом Палаты представителей, показывают, что Аваков обменялся с Парнасом не менее 110 сообщениями с 15 апреля по 29 мая 2019 года А стенограммы указывают, что он встречался с Львом Парнасом минимум один раз И хотя, казалось бы, один раз не Парнас, однако и Лев Парнас и его партнер Игорь Фруман сейчас рыдают на американских нарах примерно теми же горючими слезами, что и их соотечественники из неполиткорректного анекдота по поводу рождения первого соотечественника Арсена Авакова На документах, слушанных в Конгрессе, было приведено в WhatsApp сообщение Парнаса Авакову от 14 мая 2019 года Напомню, что в самом интервью Интеру Рудольф Джулиани Особо отметил роль министра внутренних дел Арсена Авакова и его, цитата, «честную позицию понимания этого сложного момента в истории страны» Конец цитаты На ум почему-то приходит бессмертный Роберт Бернс Нет, у него не лживый взгляд, его глаза не лгут, они правдиво говорят, что их владелец плут Далее в жанре западных канонов неполживой журналистики представители различных грантовых антикоррупционных организаций Украины дают исключительно негативные характеристики Арсену Авакову Сами же авторы статьи напоминают, что подчиненные Авакова причастны к многочисленным нападениям на деятеля оппозиции Что сам Аваков был связан и прикрывал крайне правые организации, такие как Национальный корпус, который Государственный департамент США именует националистическими группами ненависти Лично я, как человек, имеющий многочисленные компрометирующие генеалогические связи, в том числе и с нацией, которой принадлежит Арсену Аваков Имея основание гордиться условным соотечественникам, умудрившимся встать одновременно по обе стороны республиканской демократической баррикады Причем в момент наиболее острого двупартийного противостояния Но очевидно, что эта поза по обе стороны баррикады неустойчива, ибо, как показывает лицензируемый материал в NBC News, рано или поздно баррикады начинают интенсивно натирать между ног Впрочем, вся история с импичментом Дональда Трампа скорее не об украинском следе в американской политике, а об внутриамериканских разборках в украинском контексте А вот об очередном, абсолютно типичном, особенно для последних нескольких лет, случае отношения американского истеблишмента к независимости украинской власти Сообщает нам влиятельнейший Форбс в статье от 17 февраля под названием «Украина при помощи США готовится отказать Китаю в заключении сделки в области авиастроения» В материале идет речь о стратегической компании авиастроительной отрасли «Мотор Сич», которую хочет купить Китай, а Америка пытается ему помешать В статье говорится, что антимонопольный орган Украины готовит судебный иск в попытке заблокировать сделку, дающую Пекину доступ к уникальным оборонным технологиям И ключевую роль в этом процессе играет дипломатическое и техническое содействие США Короче, это был неправильный инвестор, и у него, разумеется, неправильные доллары Журнал напоминает, что в июне прошлого года китайская авиакосмическая компания «Скай Резон» Объявила о своем намерении приобрести контрольный пакет предприятия «Мотор Сич» Сумма сделки не оглашалась, ее должен был утвердить антимонопольный комитет Украины Но сейчас это ведомство заявляет, что у него есть серьезные доводы против заключения сделки Которая может стать камнем преткновения в глобальном военном и политическом соперничестве между Китаем и США Автор статьи цитирует главу антимонопольного комитета Украины Юрия Терентьева, который заявил Цитата «В настоящее время мы, по сути дела, расследуем два вопроса Последствия от этой сделки для рынка И второе, мы изучаем то обстоятельство, что китайская сторона в начале 2017 года могла незаконно приобрести контроль над «Мотор Сич»» Конец цитаты По мнению господина Терентьева, существует немало доказательств того, что «Скай Резон» уже контролирует «Мотор Сич» через офшорные компании Более того, глава «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев рассказал в декабре прошлого года информационному агентству «Украинформ», что сделка уже заключена Если выяснится, что сделка была заключена с нарушением антимонопольного законодательства, все изменения в структуре собственности будут отменены, а компанию могут оштрафовать на сумму до 5% от ее оборота Это станет болезненным ударом по ее и без того отчаянному финансовому положению В материале Forbes приводятся важные признаки того, что официальный Киев твердо настроен не пропустить эту сделку Так, в прошлом году Министерство финансов заложило доход в сумме 100 миллионов долларов от новых китайских владельцев в специальный фонд, предназначенный для развития украинской авиакосмической отрасли Однако в бюджете на 2020 год такой строки нет, то есть Министерство экономики, следящее за событиями в компании «Моторсич», не рассчитывает на доходы от ее продажи В августе советник по национальной безопасности, ныне бывший Джон Болтон, обсуждал этот вопрос с высшим украинским руководством, в том числе с президентом Владимиром Зеленским В ноябре Wall Street Journal сообщил, что администрация президента США обратилась к руководителю частной военной компании и неофициальному советнику Трампа Эрику Принцу с предложением купить «Моторсич» Да, это тот самый Эрик Принц, президент и основатель крупнейшей и известнейшей в мире частной военной компании Blackwater Правда, он скорее член команды вице-президента Пенца, но не будем цепляться к мелочам Что интересно, вице-президент ЧВК Blackwater Джозеф Кофер Блэк является независимым членом Совета директоров украинской компании «Бурисма» Да, той самой, на расследовании связей которой с семьей Байденов настаивал Дональд Трамп Как говорится, неисповедимы пути коррупции, или кто к нам со своей коррупцией придет, тот в нашей и завязнет В статье Forbes утверждается, что американское руководство не возражает против любых иных покупателей Главное, чтобы ими не стали китайцы В дополнение к дипломатическим усилиям США проводят закулисную работу на Украине, чтобы сорвать эту сделку В последние месяцы, по информации издания, представители США как минимум четыре раза встречались с членами антимонопольного комитета, чтобы обсудить это дело В статье приводится еще немало интересных фактов, однако ключевой момент состоит в том, что, судя по всему, поздно пить боржоми По словам бывшего сотрудника Минобороны Украины, решительно пожелавшего остаться неизвестным, цитата «Китайцы наверняка уже давно провели выемку всей документации и забрали к себе людей, но они не смогут это легализовать без поглощения» Конец цитаты Насчет уже проведенной выемки документации сомнений как-то нет Сложнее представить себе переживания китайцев по поводу легализации полученного Ну и раз мы уже затронули китайскую тему, то будет логичным упомянуть еще одну горячую тему, вброшенную либеральной журналистикой А именно Deutsche Welle, которая 15 февраля разразилась сенсационным материалом «Китай вводит смертную казнь за сокрытие симптомов коронавируса», что было без всякого критического анализа, подхвачено буквально всеми свободомыслящими мировыми СМИ В самом материале немецкой волны сообщается, что в Китае могут казнить за намеренное сокрытие симптомов нового коронавируса COVID-19 или искажение информации о состоянии больного Со ссылкой на газету «Пекин Дэйли», которая в свою очередь ссылается на заявление пекинского суда А что же на самом деле? Согласно заявлению пекинского суда, человек, скрывший информацию о симптомах болезни, либо об истории своих путешествий и ставший источником инфекции, что привело к распространению вируса, будет обвинен в создании угрозы общественной безопасности Кто-то считает, что в условиях смертельно опасной эпидемии это избыточно? Да вы, батенька, либерал Но далее Дойче Вейле просто приводит наиболее тяжкие санкции из уголовной статьи «Создание угрозы общественной безопасности» Типа десятилетнего, либо пожизненного заключения, либо даже смертной казни, которая относится к различным проявлениям террористической деятельности и никак не относящейся к сокрытию симптомов коронавируса За то, как красиво коронавирус и смертная казнь сочетаются в заголовке немецкого официоза Переходя же к кино и горячей теме последнего месяца, хочется рассказать одну историю Две крупные державы активно вмешивались во внутренние дела Сирии, стремясь установить в ней свои сферы влияния Причем в ход пошли и местные полевые командиры, регулярно менявшие союзников в соответствии с графиком выплат И наемники из других стран, а в итоге и регулярные армии этих держав Главные бои происходили между нынешними городами Хомс и Алеппо, правда тогда они назывались Кадыш и Халеппо Короче говоря, скоро исполнится 33 век с момента подписания первого в истории мирного договора, именуемого Кадышским, в котором египтяне и хеты разделили Сирию между собой Однако тогда стимулы соблюдать договора были куда весомее, чем ныне Цитата Что касается слов на этой дощечке серебра, для страны хеттов и для Египта Если кто-нибудь не будет блюсти их, тысяча богов страны хеттов вместе с тысячей богов Египта опустошат его дом, его страну, его подданных Конец цитаты Короче, пробирает Но, видимо, в связи с отсутствием тысячи карающих богов, нынешние договоренности по Сирии внешних игроков не выполняются Почему так происходит? Почему турецкая и сирийская армии столкнулись между собой, а не с боевиками? Состоится ли еще один тур переговоров между Эрдоганом и Путиным? Мы поговорим с политическим экспертом Русланом Бортником Добрый вечер, Руслан Здравствуйте Давайте вот начнем с того, что вроде бы в рамках договоренности между Турцией и Россией Как-то на карту внесены разграничительные линии, где у каждой из сторон, у Турции, у Сирии, у России, которая поддерживает Сирию Есть свои зоны, скажем так, сферы влияния, зоны ответственности, патрулирования Почему столкнулись сирийская армия и турецкая? Ну, потому что все-таки разность интересов продолжается И те перемирия, и те предварительные договоренности в рамках Астанинского, в рамках Женевского процесса, которые раньше наблюдались Они были временными, это были перемирия, это не был мир Ключевой процесс запуск новой конституции, трансформация Сирии то ли в регионализированную, то ли в федерализированное государство Ключевые политические процессы до сих пор не запущены Из-за этого любой мир, любой мир, любые новые разграничения превращаются просто в перемирие То есть кратковременную передышку пока одна из сторон не посчитает, что она накопила достаточно силы, чтобы снова подвинуть эту линию Ну, я сразу скажу, что почему всегда сложно в Сирии в ходе всей войны было определять, сколько кто контролирует Потому что всегда были некие союзные племена, которые заявляют о своей, например, лояльности Асаду, но просят на их территорию не заходить регулярно Или наоборот Или наоборот Мы помним поражение, захват исторической памятники, вот вылетела Пальмиры Второй, который произошел в силу того, что одно из союзных племен пропустило ИГИЛ То есть, ну, мы передумали, мы теперь будем с ними сотрудничать Таких эпизодов в сирийской войне, когда тельные региональные власти, фактически региональные, автономные такие квази-государственные образования Ну, племенные союзы Племенные этнические, религиозные союзы переходят на одну или на другую сторону масса Особенно их было много в части вокруг Дейер-Дзора и возле Израиля, на границе с Израилем Там все вообще было завязано на этих племенных союзах И там освобождение этих территорий, присоединение в Асадовскую модель управления было обусловлено как раз в основном переходом этих союзов на сторону Дамаска И Руслан, последний вопрос, но, может быть, он самый важный Я вот анализируя, ну, та, которая является в доступе, в переводе, там, турецкую прессу, какие-то заявления турецких лидеров Сознается впечатление, что главная проблема, которая сейчас существует, это в том, что Турция, официальная, так сказать, Анкара не до конца понимает Какой будет, какова будет роль Турции в этом регионе после достижения мира Останется ли ее войска на территории Сирии Или это будет некая автономия турецких или туркоманских, как они говорят, регионов, так сказать Какова их будет участие в парламенте и в правительстве вот этих сил, так сказать, контролируемых Турций У Турции нет пока у самой ответа на этот вопрос, поэтому она воюет, пока воюется Две проблемы сегодня в позиции Турции, это первая, Турция настаивает фактически на федерализации, даже конфедерализации Сирии Только такая модель позволит вот этим протурецким, туркоманским, как вы говорите, силам Сохранить свое влияние на сирийскую, общесирийскую политику Сохранить свою контроль за регионами, приграничными регионами с Турцией И вторая проблема, проблема курдов Несмотря на то, что Турция хочет федерализации, она против автономизации курдских регионов А напротив того, чтобы курды контролировали власть де-факто, хотя бы на уровне местного совправления В тех регионах, которые они контролируют А по разным оценкам, сегодня курды контролируют 15-25% сирийской территории Все там Рака, вот эта часть, которая богата нефтью, там они контролируют Поэтому вот две проблемы, которые пока что, ответы на них они не могут политически выработать Из-за этого ситуация общая движется просто к военному решению этой проблемы То есть, если новые соглашения не будут соблюдены, то скорее всего, я думаю, что ситуация будет решена военным путем И не в интересах Турции Ну, я надеюсь, наши зрители будут продолжать отслеживать эту тему и в перерывах между международными панорамами А это был Руслан Бортник, политический эксперт Благодарю вас, Руслан Спасибо вам Благодарю Как известно, когда коту нечего делать, он начинает материализовать свои эротические прогнозы В доступной ему автоорально-генитальной форме Когда нечего делать высокопоставленным украинским дипломатам То они начинают сублимировать геополитическими прогнозами На сей раз нечего делать было лично министру иностранных дел Украины Вадиму Пристайко, который маялся бездельем между Мюнхенской конференцией Куда его не взяли в силу профнепригодности И очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН Куда он вылетел в силу невостребованности в Украине И здесь произошла типичная история из серии Вот и встретились два одиночества К Вадиму Пристайко пришел корреспондент газеты «Респект» Как? Вы не знаете, это влиятельнейшее европейское издание С тиражом в 30 тысяч и подпиской в 15 тысяч экземпляров? Ну, оно еще выходит на общепонятном всем европейцам чешском языке Хотя, впрочем, возможно, в этом и заключался мудрый план Пристайко Не тревожа западных коллег хайпануть в Украине и России Короче говоря, 17 февраля в интервью чешскому изданию «Респект» Украинский министр иностранных дел сообщил Что между Белоруссией и Россией существует угроза войны Поскольку Москва не может позволить белорусам оставаться независимыми Цитата «Несколько лет назад я разговаривал с несколькими белорусскими журналистами И когда я официально заявил им, что если они захотят остаться независимыми То столкнуться с такой же войной, такими же трудностями, такими же страданиями, как и мы Они не поверили мне Возможно, теперь они меньше сомневаются» Конец цитаты Ну и переходя от теории к практике Пристайко прямо заявил Цитата «А наш совет такой, когда на вас нападет Россия, у вас будет два варианта С помощью иностранных партнеров сохранить разум и спокойствие и проиграть Или начать немедленно бороться» Конец цитаты Здесь, конечно, хочется уточнить А Украина победила или с помощью иностранных партнеров сохранила разум и спокойствие? И нынешние перманентные обращения Киева к иностранным партнерам А не ради сохранения разума и спокойствия или ради победы? Впрочем, в мире, где зрада и перемога составляют взаимопроникающие и неразделимые инь и янь отечественного бытия Подходить к заявлениям министра иностранных дел с принципами бинарной логики просто неприлично Ну а первыми отреагировали на слова украинского министра иностранных дел белорусские десантники Уже утром 18 февраля начавшие учения по обороне объектов Правда, эти учения проходят под Псковом и совместно с российскими десантниками Но главное, что начало обороны уже положено Что же касается депутатского корпуса Белоруссии То председатель комиссии Палаты представителей по правам человека Национальным отношениями СМИ Геннадий Давыдько Так ответил нашему главному дипломату Я думаю, что это не очень обдуманное заявление официального лица Им заявления такие делать легко Потому что им уже терять нечего во взаимоотношениях с Российской Федерацией У нас отношения с Россией, они, естественно, непростые, как у любых государств Но до войны не то, что далеко Это просто немыслимо, это невероятно Этого никогда не может быть Конец цитаты И все же, используя господина Пристайка в качестве камертона А иного применения этому выдающемуся представителю Школы украинской дипломатии Удовенко, Тарасюка, Огрызка, Дещицы, Климкина Я просто не знаю Мы с вами в данной программе Обсудим степень независимости Украины В целом ряде вопросов Но, пожалуй, начнем с белорусского кейса Тем более, что наши власть придержавшие в последние дни стали Поминать северо-западных соседей с непривычной частотой Так, министр экономики Тимофей Милованов На конференции «Экономические стратегии. Рост через инвестиции» Заявил, что Украине нужно 50 лет и 100 миллиардов долларов инвестиций Чтобы модернизировать основные фонды до уровня Белоруссии Неудивительно, что министр, негативно относящийся к чтению книг Не обладает даже минимум логического мышления Как, впрочем, и его коллега по иностранным делам В противном случае он бы сообразил Что весьма странно для успешно реформируемой Уже шестой год подряд Украины Догонять нелиберализированную, недерегулированную И недекоммунизированную Белоруссию Впрочем, в случае успешного белорусского Майдана Украина легко догонит Белоруссию за 5-6 лет Кто не верит, спросите у Яреська с Гонтаревой Если, конечно, вы их встретите в Украине И, скорее всего, хотя Александр Лукашенко в последнее время Больше говорит о красных линиях в восточном направлении Он прекрасно представляет себе, чем чревато его возможное движение За красные флажки в западном направлении Во всяком случае, 18 февраля Он продолжил свой углеводородный торг с Россией На уровне хозяйствующих субъектов Пригласив на переговоры в Минск Главу Роснефти Игоря Сечина Впрочем, господин Сечин, будучи полностью лояльным Российскому президенту, директором Подконтрольное государство нефтегазовой компании Вряд ли может выйти далеко за рамки путинской установки Внутрироссийские цены на нефть для Белоруссии Только в обмен на конкретную дорожную карту Дальнейшей интеграции в рамках союзного государства Однако на Западе сегодня разгорается скандал Формально инициированной Deutsche Welle Которая предъявила миру весьма своевременно раскаявшегося Экс-бойца специального отряда быстрого реагирования МВД Белоруссии Юрия Горовского Признавшегося в убийствах оппозиционеров 20 лет назад Немецкая волна в своем эфире Даже организовала трогательный вечер воспоминаний Елены Захаренко, дочери исчезнувшего Экс-министра внутренних дел Белоруссии А позже оппозиционера Юрия Захаренко И якобы его убийцы Юрия Горовского Разумеется, у официального Минска Имеется своя версия событий Ключевыми моментами, которые являются крупный кредит Который взял Захаренко в Украине У неких авторитетных людей И его благополучное бегство от этих людей в Германию Однако, судя по обложке Калиброванной Соросятни в Украине Издание «Новое время» Никто на Западе не готов забывать Предъявленные батьки претензии Их могут лишь временно приглушить Впрочем, кроме абстрактного Запада Для Белоруссии существует вполне конкретный Западный сосед с непростой историей сосуществования А именно Польша И польский взгляд на Белоруссию, похоже, не может сконцентрироваться На некоем едином подходе Так, в один день, 13 февраля Авторитетнейшая польская ежедневная газета «Ржачь Посполита» Разместила сразу два материала на белорусскую тему Первый материал носил аналитический характер Какую стратегию избрать в отношении Белоруссии? Вопросительный знак По мнению автора, первая стратегия заключается в том Чтобы счесть интеграцию Белоруссии и России Свершившимся фактом Из этого следует, что, цитата Нам пора перестать делать вид, будто мы поддерживаем Лукашенко Ведь Польша и Евросоюз уже неоднократно предпринимали такие попытки Но никаких аффектов они не принесли Конец цитаты Впрочем, автор задается вопросом На самом ли деле никаких аффектов не было И как выглядела бы сейчас ситуация Если бы мы много лет подряд не вели игру с белорусским президентом Автор предполагает, что без западной игры Выстраивание отношений с Лукашенко Которая порой выглядит крайне наивно Его страна находилась бы в куда более сложном положении А граница России уже на самом деле проходила бы по Бугу Что отразилось бы на уровне безопасности Как Польши, так и всего Запада С подходом автора, конечно же, можно спорить Но логика в нем присутствует Так же, как и честность в определении отношений Запада и Минска Как игры Вторая стратегия, утверждается в материале Опирается на противоположную идею Запад должен продолжать вести игру Несмотря на то, что нас расстраивает отсутствие заметных эффектов Раз президент Белоруссии ведет игру Значит, ее нужно вести и нам Он изображает дружеские чувства То к России, то к Западу А тот во втором случае верит в искренность его намерений Эту стратегию использует администрация Дональда Трампа Она отправляет в Минск высокопоставленные делегации Аккуратно обрисовывает перед Лукашенко возможные перспективы Ждет подходящего момента Налаживает связи с некоторыми членами минской команды В первую очередь с теми, кто настроен на диалог Это классический дипломатический подход Подразумевающий сохранение каналов коммуникации Мягкую поддержку и создание задела на будущее Кстати, обращаю ваше внимание на весьма тонкую мысль о том Что в игре с Западом активной стороной выступает именно Лукашенко Именно поэтому автор материала считает более перспективной вторую Из представленных стратегий А именно ведение игры Кто-то может сказать, что это лишь попытка купить время Именно так Один из методов ведения политики Это именно покупка времени Прелесть политики заключается в элементе непредсказуемости Возникающем потому, что люди не машины Там, где задействованы люди Большую роль играют положительные и отрицательные эмоции Болезни и смерти Появляются неожиданные повороты событий Эти повороты не обязательно меняют ситуацию к худшему Тем более, что на горизонте появилась перспектива изменений в России Ожидание имеет смысл Конец цитаты Строг говоря, автор материала «Вржечь и Посполитой» Предлагает старую китайскую стратагему Если долго сидеть на берегу реки То рано или поздно мимо тебя проплывет труп твоего врага Риски этой стратагемии заключаются в том, что, во-первых, ты можешь оказаться выше по течению Во-вторых, если ты перепутал реку с болотом, то рано или поздно из омута вынырнет твой враг и утащит тебя в глубину Второй материал носит характер частного мнения и называется «Дьявол в Минске не лучше Москаля» Тем самым автор, экс-посол Польши в Республике Беларусь Лешек Шерепко Полемизирует с расхожей ныне польской геополитической формулой «Дьявол в Минске лучше Москаля» Мы не будем глубокомысленно вспоминать польскую формулу начала 30-х годов прошлого века «Дьявол в Берлине лучше коммуниста» А перейдем к сути Польский посол в Минске в 2011-2015 годах считает, что знает Лукашенко лучше многих польских экспертов И утверждает, что белорусская армия уже стала частью российской А в ментальном плане Александр Лукашенко принадлежит к русскому миру Цитата Он убежден, что Запад представляет для его власти большую угрозу, чем Россия Его интересуют западные финансы, технологии и поддержка в стычках с Москвой А не интеграция на условиях ЕС Ведь созданный им режим по своей сути имеет антиевропейский и антипольский характер При этом экс-посол предлагает использовать в отношении Минска методы кнута и пряника А в качестве лакмусовой бумажки использовать отношение Лукашенко к живущим в Белоруссии полякам Которых якобы продолжают подвергать дискриминации и лишать основополагающих прав Ну и в качестве идеологического прогноза следует нечто да более знакомое Цитата В западе появится шанс помочь белорусскому обществу достичь этой цели Только тогда, когда он перестанет стараться соответствовать ожиданиям президента Лукашенко И навяжет ему собственный график и политическую повестку Конец цитаты Одна проблема Александр Григорьевич прекрасно понимает, что последним пунктом в западном графике и политической повестке для Минска Суд и пожизненное заключение для Лукашенко Потому как опция «Вылет в Ростов» будет для него заблокирована на более ранних стадиях следования западным курсам Ну а более подробно о польском взгляде в сторону своих восточных соседей в контексте 75-летия Ялтинской конференции Установившей нынешние международно признанные западные границы Украины и Белоруссии Мы поговорим с экспертом-международником Евгением Статецким Добрый вечер, Евгений Добрый вечер Давайте вот первый вопрос Мы приводили уже в нашей панораме цифры о фантомных болях восточных европейцев в отношении бывших территорий Почти половина поляков, 48% их испытывает Но каким образом это отражается в политике внутренней Польши и в заявлениях их политических лидеров? Политические лидеры, поскольку все-таки положение обязывает Они в основном высказываются крайне аккуратно И чем ближе они к властным полномочиям, тем аккуратнее они высказываются То есть тот же самый, например, Анжей Дуда, которого почти никто не знал до того, как он стал президентом Он высказывался гораздо радикальнее, чем сейчас Ну, думаю, что это вполне объяснимо Сейчас во многом риторику права и справедливости до получения имя парламентского большинства Переняла такая полумаргинальная, полу, в принципе, уже оформившаяся партия Кукес-15 Названная так по имени своего основателя, известного спортсмена, плейбоя, рок-музыканта и т.д. То есть во многом сейчас представители этой партии говорят то, что говорили члены права и справедливости И так где-то десяток лет назад Когда были в оппозиции? Да И каковы их, так сказать, территориальные претензии? Куда они распространяются? До Смоленска или чуть ближе? Если брать более реальные, осязаемые претензии, то, например, поляки претендуют, опять же, неофициально То есть от первых лиц государства вы этого не услышите Но от правоконсервативной оппозиции, еще более правоконсервативной, чем правящая партия, такие заявления поступают Если говорить о Литве, то это район южнее Вильниса, в котором живет довольно много поляков По разноценкам около 400 тысяч И которые самые радикальные польские националисты уже пару десятков лет требуют присоединить И которые, собственно, являются занозой в пятки для всех попыток наладить нормальные отношения с Литвой Если говорить о Беларуси, то это Гронинский округ, где по официальным оценкам белорусских властей проживает 295 тысяч поляков Но по оценкам разных польских экспертов, там живет от 300 и до полутора миллионов Ну, если быть точно, там 1 миллион 380 тысяч человек Но это цифра уже из польских фантазий Разумеется, потому что это уже, наверное, процентов 15 населения Беларуси всей В плане Украины, какова сейчас позиция Польши, так сказать Медовый месяц времен 2014-2015 года, судя по всему, закончился Мы видим даже в их прессе, они не упускают случая, в общем-то, вспомнить то о Волыне То переложить на Украину, так сказать, какие-то действия вперед Холокоста Ну и, в общем-то, последнее, они как бы уже несколько лет лоббируют Украине в качестве главного национального героя Петлюру Который, заключив союз с поляками, отказался от западных территорий, от западной Украины А потом отдал им Киев Ну, как-то из Киева их всех выбили, но западная Украина оставалась за Польшей Как раз в соответствии с договором с Петлюрой до 17 сентября 1939 года Конечно, и если бы, например, Красная Армия не выбила в свое время поляков из Киева То они бы и в Киеве сейчас сидели, вполне возможно По отношению к Украине, вот недавно один тоже товарищ по фамилии Жемковский Так вот, он сделал такое полуфилологическое, полуисторическое заявление о том, что название Украина и украинцы придумали австрийцы В середине 19 века То есть, дескать, в Польше принято называть жителей Малопольши, как они называют территории Волынской, Львовской, Ивано-Франковской областей Принято называть русинами В принципе, это перекликается частично даже с нашей исторической традицией Так Иван Франко называл себя русином Очень интересно, что польская националистическая пропаганда повторяет штампы российской великодержавной пропаганды Правда, так сказать, с немножко, так сказать, с другой стороны и с другими целями Вы знаете, что вот в беседе с вами порадовало меня, что все-таки есть у наших политиков братья по разуму Они недалеко, они находятся в Польше И с ними есть о чем поговорить, есть о чем поспорить Причем, в общем-то, на любом интеллектуальном уровне каждый может выбрать для себя свой Это был Евгений Статецкий, эксперт международный Спасибо Благодарю вас Благодаря поэту-матерщиннику Сергею Шнурову У нас сложился некий стереотип в отношении кандидатов, участвующих в выборах Но даже если ты сертифицированный натурал, то все равно существует риск быть опущенным Этот тезис на собственной шкуре прочувствовал кандидат в мэры Парижа от Макроновской партии «Вперед республика» Бенджамин Гриво Когда обнаружил в интернете свои эротические видео с любовницей при наличии законной жены И ключевом тезисе избирательной кампании в защиту семейных ценностей Личный друг и любимец Макрона Гриво был вынужден снять свою кандидатуру А партия срочно выдвигает Аньес Бусан, экс-министра здравоохранения Самое забавное, что это может пойти на пользу «Вперед республика» Так как депутат от партии Макрона, гениальный математик Вилларди Выдвинувшийся в мэры Парижа от экологического движения Заявил о готовности поддержать Бусан Но электоральная история здесь вторична по сравнению с личностью Петра Павленского Авторизовавшего слив эротического видео Это тот самый российский акционист, который прибивал свою мошонку к брусчатке Красной площади Отрезал у себя мочку уха и поджигал парадную дверь ФСБ Вызывая восторг либеральной интеллигенции от Лиссабона до Владивостока Далее он подался в политические беженцы Сначала в Украину, далее во Францию В Париже в 2017 году он отличился поджогом парадных дверей Банка Франции За что? За то, что именно этот банк профинансировал версальцев и сенегальских стрелков Подавивших внимание в 1871 году Парижскую коммуну Почему он это сделал в 2017 году? Потому что, по мнению Павленского, это год столетия революции, приблизивший Россию к свободе И тут даже французской либеральной интеллигенции оказалось проще тихо охренеть, нежели пытаться найти причинно-следственные связи в акциях Павленского Короче, если в России Павленский за дверь ФСБ отделся штрафом суммарно около миллиона рублей или 150 тысяч долларов То во Франции он получил три года тюрьмы Правда, два из них условно И вот в день всех влюбленных, 14 февраля, Павленский вновь громко напомнил о себе, заявив Цитата «Я не борюсь с моралью Гриво или его личным выбором Я борюсь с политическим обманом Лицемерие стало во Франции нормой А нормой оно быть не может и не должно» Конец цитаты Французская прокуратура уже возбудила против него уголовное дело по статье вмешательства в личную жизнь А ряд депутатов от партии «Вперед, Республика» потребовали отказа акционисту в политическом убежище и депортации его в Россию «Вы звери! Вы звери, господа! Это же ваш кандидат отсылал через приложение своей любовницы их эротические видео! Ну и кто он после этого? Хочется спросить мне все того же Сергея Шнурова» Тем временем Соединенные Штаты все глубже погружаются в свою предвыборную борьбу Правда, погружаются они туда преимущественно демократическим бортом И по мере изменения лидеров в борьбе за демократическую номинацию Всплывает компромат на новых фаворитов Так пока с большим отрывом лидирует Берни Сандерс Идентифицирующий себя как демократический социалист Существенно отстает недавний фаворит Джо Байден Но все ближе ко второму месту, а значит кролик главного конкурента Сандерса Миллиардер Майкл Блумберг Более того, Сандерс и Блумберг лидируют с большим отрывом от остальных демократов По котировкам букмекер Средние ставки на победу Сандерса 2 к 5 На победу Блумберга 1 к 3 В то время как на Байдена и Бутиджича всего лишь 1 к 9 В эти дни в США активно обсуждался слух о том Что Блумберг готов предложить номинацию на вице-президента Хиллари Клинтон Это могло бы перетянуть часть демократических активистов Ориентированных на партийный аппарат от Байдена к Блумбергу А также дать несколько сотен дополнительных голосов суперделегатов на партийном съезде Где будет окончательно решаться судьба демократической номинации Однако далеко не все рады достаточно стремительному взлету мультимиллиардера Ведущего компанию исключительно на собственные средства И заявившего миллиардный бюджет, из которого потрачено уже больше трети Так на экс-мэра Нью-Йорка явно натравили журналиста The Washington Post Джоша Роджина Который действует по принципу вспомнить все Из публикации следует, что Майк Блумберг – типичный полезный идиот Путина И почему меня это не удивляет? Оказывается, пять лет назад, в феврале 2015 года В своем комментарии для Института Аспена Блумберг назвал вторжение президента Российской Федерации Владимира Путина в Украину Аннексию Крыма и враждебность к Западу не только вполне понятными, но и равнозначными действиями Которые США осуществили за свою двухсотлетнюю историю Оказывается, Блумберг заявил следующее Цитата «Если вы по-настоящему задумаетесь, что бы сделала Америка, если бы у нас была соседняя страна, где много людей хотели бы быть американцами? Техас и Калифорния, вам это о чем-то говорит? Мы просто пошли и взяли их» Конец цитаты В оправдание подобной безответственности Блумберга можно привести тот аргумент, что он не планировал тогда выдвигаться в президенты США Ссылаясь на мнение своей Аиди Шамаме, которая утверждала, что Америка не готова избрать президентом еврея Но если после Порошенко Украина оказалась готовой к такому, то почему бы Америке после Трампа не повторить? Во всяком случае, по мнению Блумберга и его команды Еще одним грехом Блумберга, по мнению The Washington Post, является его мнение Цитата «Мы никогда не сможем остановить Иран от приобретения статуса ядерной державы, если у нас не будет России как союзника» Конец цитаты Сложно сказать, кто именно из оппонентов Блумберга решил сыграть в знакомую нам игру «Или я, или Путин» Но о результативности такого подхода мы сможем судить только после супервторника 3 марта Когда будут распределены треть мандатов на предвыборный съезд ДМ-партии На праймере с 22 февраля в Неваде и 29 февраля в Южной Каролине Блумберг не заявлялся И, скорее всего, они принесут успех Сандерсу и разочарование Байдену Впрочем, мы вернемся к этой теме на следующей неделе К слову сказать, согласно опросу социологической компании Гэллоп Около 60% американцев не верят в честность выборов в США И на этом наша программа подошла к концу До встречи через неделю с Международной панорамой и ее ведущим Дмитрием Джангировым Всех благ! Субтитры создавал DimaTorzok